Микс Ньюз Life is good Люблю Life is good Приятно слышать и всегда уместно сказать Теперь каждую среду в 10.00 Мы говорим вам Люблю В нашей новой передаче Люблю лайф На Радио Болтком Всем еще раз добрый день Радио Болтком И конечно сегодня слово люблю Будет произноситься на протяжении этого часа Я уже думаю бесчетное количество раз Главный редактор журнала Люблю Ина Авина Всем доброе утро И также продюсер и шоумен Айгар Смагуанс Герой свежего номера Здравствуйте Доброе утро Вы можете тоже звонить Присоединяться к нашей компании Телефоны для прямого эфира 67212-9399 67213-9399 Можете писать в ватсапе 2306191 Ну и давайте уже Свежий номер у нас в руках Свежий номер у нас в руках На столе Яркий Веселый Мы постарались сделать его жизнерадостным Несмотря на погоду за окном Но все-таки Ноябрь есть ноябрь А женский журнал Все-таки Поднимает настроение Веселью Радостью Модными Красивыми вещами И естественно Разговорами Рассказами Про любовь То что мы любим больше всего То что наше дорогое А еще праздничное настроение Нам сегодня Создает наш прекрасный друг Айгарс Привет Еще раз Еще раз Повелитель Девушек в перьях Я бы так назвала Айгарса Потому что Конечно шоу Которое он выводит на сцену Это нечто Такие красавицы Такие сексапильные девушки Я когда вижу Каждый раз думаю Кабаре Боже мой Ну кому вообще пришло в голову Это придумать И как вообще Айгар скажи У нас публика реагирует Ну Кабаре Вот безумный праздник В нашей Ну прямо скажем Такой Альтернативной реальности Я думаю Что очень хорошо реагирует Если есть спрос Значит это показатель того Что людям это интересно А спрос есть? Да Обязательно Обязательно есть спрос И особенно это касается Когда люди отдыхают Готовятся к Новому году Корпоративные вечера Ну маркетинговые отделы Разных компаний Начинают думать А как же нам развлечь Как же нам развлечь Чем бы удивить сотрудников Да Как бы нам их порадовать Да Ну поэтому я думаю Что вот как раз Такое время Декабрь-январь Когда все в праздниках И домашних Ну и в том числе И на работе Тоже хотят попраздноваться А этот формат Мулен Руш Вот как Его воспринимает Как время отдыха Вроде кажется Что вроде бы Это формат Появился еще В конце 19 века А сейчас Может быть Что-то Неужели люди Вот ну дескать Может быть Хотят каких-то Киберразвлечений Да Чтобы роботы танцевали Ретро-шум Вроде как Да А я еще Напомню Что у нас движение Феминизма Шагает по планете Правда Молодые люди Я такая Тут сижу в студии Одна в окружении Трех мужчин Да И вот думаю Не ну да Мы в перьях Конечно все здорово И мужская часть отделов Вообще будет в восторге А вот скажи пожалуйста А женщины вообще Положительно реагируют Ну собственно говоря Женщинам всегда Больше нравится Даже чем Мужчины как всегда Заняты разговорами Машинами И так далее Обсуждением напитков За столом Новости Спорт И так далее И так далее Да Всегда женщины Да Они более Так сказать Открыты Им нравятся Больше красивые костюмы Собственно говоря На праздник Они сами любят Больше наряжаться Вот я же сразу Про перья сказала Правда Если есть возможность Да То очень часто бывает После шоу Даже девушки Спрашивают А можно ли у вас Попросить Там одеть Какую-то деталь Костюма И сфотографироваться Ну там Головной убор Например С перьями Да Вот эти вот Высокие Вот эти шапки Правда Олег Вот такие вот До потолка Вот эти вот перья Ну шикарные конечно Шикарные Тяжелые Ну да Конечно А Игорь Открой секрет А это эксклюзивные костюмы Вы их заказываете где-то Или вы их привозите Из-за границы Из тайных мест Ну есть Несколько вариантов Ну например То что касается У нас бразильского шоу У нас из Риа-де-Жанейро Мы привезли Из Бразилии Эти костюмы У нас коллега Специально ездил туда Жил два месяца В Бразилии Он заказал Там на месте Сделали Ого Да Потому что они свои Не продают Они только вот На карнавал используют Потом Ну правда мы не знаем Это правильно Когда одеваются Эти костюмы Каждый год Новый Шикарные Да да Фоточки посмотрю Боже мой Такие дома строят Да И на голове Огромные костюмы Машины Шикарные машины Да Но скажем Для иностранцев Все-таки Ну вот Приходится тогда Заказывать Мастера на месте Делают и привозят А те костюмы Которые скажем Кабаре Они конечно Делаются нашими мастерами У нас еще есть мастера Которые шьют Слава Богу И не только шьют Делают Потому что в принципе Вот любой костюм Это не только пошив Это много ручной работы Это блестки Камни Сваровские Это страусиные перья И фазановые И так далее И так далее Вот в советское время Наверное казалось Для каждого вообще Советского человека Прикоснуться к этому шику Было пределом мечты То есть вот увидеть Одним краешком глаза Вот именно так Мы представляли себе Западную жизнь Мы дружи видели Только на картинках Да И по рассказам моряков Наверное Но ведь именно Латвия Стала первым таким Прорубившим окно в Европу Когда появилась у нас Кабаре в гостинице Латвия Там программа Все возможно Да Вот это Как вообще вот с тех пор Развитие происходит Ну я думаю что Во-первых Для того чтобы было развитие Надо на чем-то базироваться Должна быть какая-то основа Какие-то корни Традиции Ну собственно говоря Эти традиции удалось сохранить Ну благодаря конечно Интересу публики Вот И постепенно От ресторанов От баров И дискотек Вот эта традиция Она перешла на корпоративный праздник На праздник Который Специально готовится Для работников Любой компании Для того чтобы создать Атмосферу Для того чтобы был Какой-то визуальный ряд Ну за телевизором Мы и дома можем посидеть Правда Хотя Ну тоже используется Очень много Аудио-визуальной Скажем так Оформления Или возможностей На любом мероприятии Это используется А вот скажи Игорь Есть ли мода На мероприятии Вот я тебя слушаю Думаю Те корпоративы В редакции Ну как-то по-другому Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Ну, конечно, и запах есть, например, там какая-то восточная вечеринка, там ароматы. Ну, все наши чувства используются для того, чтобы создать атмосферу. Уже выступление артистов – это уже дело, скажем так, второе-третье. Ну, конечно, сейчас кейтерингом занимаются очень серьезные компании. Вкусно кормят. Выбор огромный. В зависимости от бюджета, я думаю, там сейчас можно все что угодно заказать. Насколько сложно выучиться на, условно говоря, человека, вылезающего из торта или танцующего? Или руководящего девушками в перьях. Наверное, вылезать из торта может любой практически, более-менее спортивный человек, мужчина и женщина, потому что быстро выскочить. Но если серьезно, то, конечно, танцоры, которые участвуют, вообще профессионально выступают в кабаре, они все имеют образование танцевальное. Они занимаются 10-15, а некоторые более лет. То есть это профессиональное танцовство? Совершенно верно, да. Это огромный труд. Собственно говоря, я всегда отвечаю на вопрос, почему шоу стоит так дорого? Я говорю, это всего лишь 15-20 минут. Я говорю, те люди, которые выступают, потратили 10-15 лет для того, чтобы научиться так танцевать, что вам понравилось, вы были в восторге, и вы тогда только поймете, за что вы платите ваши деньги. Так что, в принципе, все это профессионализм, он требует много-много тренировок, репетиций, занятий и так далее. Как говорят японцы, для того, чтобы стать мастером, надо потратить на учебу 10 тысяч часов, и тогда ты станешь мастером. Это в любом, в любой сфере, да. Это практика, это знание, ну, то, что принимается от педагогов, ну, а танцы и, ну, собственно говоря, кабара, это в любом случае, это танец, и классический, и джазовый, и любой стиль. Ну, это все начинается с детства. А вот ты Японию сейчас упомянул, для тебя Япония, я так понимаю, это не просто место. Да, да, год я работал в Японии, да, артистом. Да, 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 особая страничка в твоей биографии, а можешь рассказать? Абсолютно, да, ну, абсолютно интересная, неординарная, это были 90-е годы, собственно говоря, у нас, вот как раз то время, когда сидели бутерброды пили, ели пили, перекусывали. Ну, все, что было. Да, все, что было. Ну, и в то время была возможность через российских продюсеров выехать первый раз в Японию, поработать там. А в каком качестве? В качестве артиста или ведущего? Да, руководитель группы и сам танцевал. Так что я прошел, знаете, как от солдата до генерала. Да, да. Всю эту кухню знаю, от танцора. От танцовщика из торта до повелителя сейчас балета. Да, но я думаю, что это самый лучший путь в любой работе, когда ты знаешь, как это все, всю эту кухню изнутри. Ну, и поработал первый контракт, потом второй контракт был буквально через несколько лет. А что вы делали? Что вы танцевали для японской публики? Мы работали в пятизвездочных отелях. У них обычно была такая традиция именно в 90-е годы, что в пятизвездочные отели хотели смотреть экзотические программы. Выступления артистов из Бразилии, из Таиланда, из Филиппин и в том числе из Европы. Выступали также австралийцы, американцы. То есть мы экзотика, конечно. Мы на них абсолютная экзотика, особенно в 90-е. Потому что даже просто мы ходили по улицам, мы не видели белых, светлых людей, все были азиаты. И все на нас смотрели, здоровались, и нас изучали. Трогали? Ну, было, да, было, конечно. Особенно после выступлений. Но, слава богу, в то время мобильные телефоны били без камер, поэтому фотографировали. А, не донимали тогда. Да, не донимали, так, я думаю, сейчас это было вообще. Ну, еще бы, естественно. А чем отличается, например, музыкальная программа, которую хотят видеть японцы, от того, что, предположим, ваше обычное вы готовите? Или вы показывали то же самое? Были ли какие-то особые... Ну, конечно, там был некий кастинг, любая японская компания, она рассматривает артиста, они не рассматривают один коллектив или одного артиста, они рассматривают десятки, возможно, сотни. Ну, они достаточно закрыты в этом плане. Но мне посчастливилось как-то войти в доверие. Я потом много лет еще занимался тем, что наши музыканты и некоторые даже группы успели еще до кризиса тоже поехать. Ну, я помог поехать и поработать в Японии, сотрудничать с ними. Они выбирают очень интересным, непонятный нам, собственно говоря, этот выбор. Некоторые артисты, которые, я думал, сто процентов, вот они понравятся, наверняка вот эта программа будет, на ура пройдет. Ну, абсолютно холодно, без эмоций. А некоторые программы вот сразу им нравились, они сразу показывали заинтересованность и были готовы ее, так сказать, показывать. Ну, разными интеллектами, мы разные абсолютно. А что-то вот, ну, а что им вот действительно нравится, что как это... А что они выбирали действительно, какие танцы? Классику или народные, или вот что? Думы народные, да, ближе. Как ни странно, собственно говоря, им нравилось то, что немножко русского больше, да, или вот если есть какая-то экзотика, или латвийского, ну, скажем, чтобы было такой колорит национальный немного. Ну, что, это какие-то должны быть или латышские парные танцы, или русские хороводы, вот какие-то такие элементы? Это могут быть абсолютно разные. Главное, чтобы это было... Вряд ли они видят разницу? Ярко. Им нравилось обязательно, чтобы танцовщицы были блондинки. Чем больше блондинок, тем больше. Понятное дело. Япония. Да, для них это действительно так. Они считают, что раз блондинки, значит, они натуральные, они не красят. Да. Ну, хотя в Японии очень многие красят женщины, стараются. Ну, европейки же не такие, нет, мы не такие. Да, мы не такие, мы просто натуральные. Абсолютно натуральные, да. Мы люди с севера, мы все блондины, естественно. Да, поэтому, вот, наверное, то, что отличает нас даже внешне, и, ну, вот как ни странно, то, что касается вот музыки, мне поразило, я когда первый раз был, там, наверное, был 94-й год, первый раз был в караоке в Японии, и одна из самых популярных песен был «Миллион аллых роз» Раймонда Паулса. И все японцы меня убеждали, что это их национальная песнь, народная. Я подходил к экрану, да, подходил к экрану, и пальцем показывал, видите, rr.pals, это Раймонда Паулс, ну, извините. Он наш! Он наш, но не было интернета, не было возможности прямо в то время открыть. Доказать, википедию вбить, да. Да, показать, вы знаете, это наш композитор, и даже у нас в Кабаре были несколько тоже номеров на музыку Раймонда Паулса, так что вот это мне сразу запомнилось, и они потом были так удивлены, и каждый раз при встрече, когда разговор шел о музыке, где Латвия, что это такое, я говорю, вы знаете вот такую песню? Да-да-да, мы ее очень любим, вот это наш композитор. Как здорово, да, как оказалось, приятно представлять, да. Кажется, что это какой-то космос, другая планета, но вот им нравится музыка Раймонда Паулса, и это поразительно. Совпадение какое-то, да, вот прямо менталитета. Невероятное совпадение менталитета, можно подумать, да, что мы разные, а здесь вот вкусы на музыку совпадают абсолютно. Ну, все-таки душа говорит, согласимся, абсолютно, и может быть на одном языке, и музыка, она понятна. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, после чего вернемся и продолжим программу «Люблю лайф». Продолжается программа «Люблю лайф», и я напомню, что главный редактор журнала «Люблю» Инна Авина в нашей студии, а также Айгорс Магуанс, продюсер и шоумен. Мы листаем свежую, вот пока шла рекламная пауза, листали, изучали. Да, обсуждали наш яркий, красивый номер, который вот вышел сегодня в киосках по всем городам. Что мы вам приготовили? Первый же разворот у нас посвящен моде. Рижские красавицы и модницы демонстрируют юбки, что является сейчас очень актуальной частью гардероба. Дамы, наше время, слава тебе Господи, мода повернулась лицом к женственности, и я очень надеюсь, что мужчины в студии оценили. Самые разные, и прозрачные, и какие-то тут фантазийные, однотонные, и классические, и яркие, и прозрачные, какие угодно, да, вот слава Богу. Светлана Ходченкова нас порадовала, а Александра Васильева, любимого автора нашего журнала, несколько огорчила, но мэтр имеет право в силу статуса своего, конечно, раздавать замечания кому угодно, в том числе и прекрасным актрисам, и красивым женщинам. Так что любопытно почитать, что ему тут не понравилось, посмотрите, если уж такие красавицы ошибаются со стилем, что уж говорить нам, простым девушкам. Плотки. Тем не менее, это любопытно. Плотки у нас идут в комплекте с юбками, по-моему, тоже очень актуально, смотрите, красота какая, и стилист наш Симона Шульман объясняет, как эти платки завязывать, куда их можно пристроить, можно к сумочке, можно к ремешку, можно на голову. Можно на плечи. В общем, огромное количество разнообразных вариантов. А вот одна из героинь нашего журнала, актриса Мария Казакова, вроде бы, знаете, такое распространенное русское имя, фамилия которой, ну, в общем, тоже довольно часто встречается. А девушка, на самом деле, ой, какая непростая, потому что она из абсолютно звездной семьи. Ее два дедушки были совершенно легендарными советскими актерами. Это Михаил Казаков и Юрий Яковлев. Ну, вообще. Вот так вот два семейства. Породнились. Да, ее мама Алена Яковлева, актриса, которая, конечно, не была такой известной, как ее отец Юрий Яковлев, которого мы все любим и обожаем. А ее папа – это Кирилл Казаков, то есть сын вот знаменитого Михаила Казакова. Тоже стала актером, но с таким, с переменным успехом, есть более удачные, менее удачные роли. И вот уже третье поколение подросло. Вот девушка Мария вышла на сцену. Она очень молоденькая, ей 26 лет. Но, если стало любопытно, можно сходить в театр, потому что вскоре приезжают на гастроли Гоша Куценко, которая привозит свой спектакль, где вот эта вот красотка Мария будет на сцене. Ну и посмотреть, на кого больше похоже, на какого дедушку, на маму или на папу, и как ее актерские данные проявляются. Айгарс у нас следующий прекрасный повелитель шоу девушек в перьях, кабары и танцовщиц. Дальше у нас нова мода, яркие колготки, косметическая красота. И вот тоже большой резонанс в нашей редакции вызвало обсуждение. А как стоит спать людям, которые имеют счастье быть женатыми или замужем? В раздельных спальнях или в одной? На раздельных кроватях или на одной? Слушайте, тут столько советов надавали специалисты. Честно говоря, я когда читала как редактор, у меня ум за разум зашел. Потому что уж больно, тут подведена такая непростая медицинская база, что думаешь, вот чтобы, как бы ты ни жил точнее, всегда найдутся люди, которые объяснят тебе, что ты живешь абсолютно неправильно. И другие специалисты, которые скажут тебе, что ты молодец, давай дальше, действуй в том же направлении. В общем, читайте сами и выбирайте, что вам больше нравится. Ну и вот мы долистали до еще одного героя нашего номера. Это Корней Иванович Чуковский, на книжках которого выросли. Я вырос. И я выросла. Я выросла. Все выросли. Все мы выросли. И я очень надеюсь, что растут нынешние читатели, ну или, по крайней мере, аудиовосприниматели этих сказок, которым сейчас 3, 4, 5, 6 лет. Я очень на это надеюсь, потому что как можно вырасти без крокодила и мухи и цокотухи, честно говоря, я так себе не очень представляю. Когда мои дети были маленькими, я им эти книжки читала, я потом цитировала километрами. Знаете, у детей есть такая забава, они любят, чтобы одна и та же книжка читалась там 38 раз подряд. Ну и вот приходилось все это читать. Ну и, кстати, такая легендарная фигура, поскольку ведь дружил с Маяковским. Я вот с удивлением читал, когда оказывается, что их все споры, публичные скандалы были подстроены. Они наоборот, чтобы были люди просто прирожденные пиарщики. Они понимали, что они пиарятся на этих скандалах. И Маяковский должен был проходить в желтой кофте и громить Чуковский. Крушить, да? И они с Чуковским начинали друг друга, буквально чуть ли не до драки доходил. На самом деле это все было подстроено, и Чуковский проносил для него кофту, потому что Маяковского не пускали. И, в общем, это все было заранее обговорено, спланировано. Они таким образом делали себе славу. Прям как Сальвадор Далей. Шоумены, да, и пиарщики. А Чуковский стал знаменитым благодаря своим детским книгам. И всю жизнь этим тяготился, потому что на самом деле он был блестящим переводчиком с английского языка. Он мечтал о том, что он сделает какой-то такой очень серьезный вклад. Ну, годы были непростые, как мы понимаем, да? И он был философом, он был таким очень тонким человеком, таким непростым. У него были проблемы с этими советскими властями. Он не знал, как ему встроиться в эту советскую действительность. И он нашел выход, он стал писать детские книги. Но и тут ему прилетело, как говорим мы сегодня, хотя совершенно непонятно, с какой стороны. На него ополчилось в 30-е годы советское министерство, которое, если мне не изменяет память, еще тогда Надежда Крупская возглавляла, ненавидела, она буквально его сжирала, хотя абсолютно непонятно с чего. Действительно прекрасное произведение и остроумный детский хоррор. Как мы сейчас уже, как психологи все говорят, это необходимо. Дети таким образом преодолевают свои страхи. В общем, он гений, а вот все чиновники, как и все чиновники. Ну, что тут скажешь, что в те годы… Наверное, ничего не меняется. Вот я только хотела сказать, слушайте, сто лет прошло, да, и вот мы смотрим на то, что происходит и в наш сегодняшний день, и что тогда, и думаешь, боже мой, где те чиновники и где наши дети. А мы, тем не менее, помним о конкурсе. Итак, вопрос. Дорогие те, кто нас слышит, скажите, пожалуйста, какая была настоящая фамилия у писателя Корнея Ивановича Чуковского? Ну, и я понимаю, что приз получит первый, кто скажет правильный ответ. Или позвоните нам в эфир. Олег, какой у нас номер? 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Или напишите нам. Напишите на номер 2-3-0-6-1-9-1. Ну, вот мы будем ждать, или кто-то первым дозвонится, или кто-то первым пришлет. А приз будет косметический, который вы получите до пятницы в редакции журнала «Люблю» на Бреве Б-155. Придёте к нам в гости в журнал, и мы вам вручим. А может быть, вручим. Что-нибудь полезное и очень красивое. А может быть и то, и другое. А может быть, если будет хорошее настроение. Вот дедушка Корней. Вот как звали Чуковского? Его была настоящая фамилия. И давайте примем звонок. Да. Алло? Да. Это редакция? Да. Ответить можно на вопрос? Да, да, да. В смысле, вы вопрос или ответ хотите? Чуковского была Корнейчук. Да, вы правильно совершенно и угадали, или знали. Нет, подождите. Скажите ещё раз. Скажите ещё раз. Корнейчук. Нет. Нет. Не верно. Нет. У меня есть уже вариант, который пришёл нам на СМС Корнейчуков. Да. Именно Корнейчуков, а не Корнейчук. Потому что вот это, давайте будем всё-таки строго. Строго-строго, да. Как в паспорте написано. В паспорте было именно так написано. Фамилия его матери Корнейчукова. И причём? Да, его отца была Левенсон, но у него были сложности на тот момент с свидетельствами о рождении в Российской империи. И он был незаконно рожденный, поэтому ему пришлось носить до определённого момента фамилию его матери, которая звучит как Корнейчукова. А он был Корнейчуков. Ну и, соответственно, потом он придумал себе Корнейчуковский псевдоним. Ну, разделил, да. Свою фамилию. Ну и вот номер, который заканчивается 565. Мы вас поздравляем. Действительно, вы победили. Вы правильно, да. Вы были более точны, скажем так. Ну вот, приятный у нас момент с раздачей слонов. Ура, ура. А вот смотрите, ещё одна героиня нашего журнала, которая меня действительно в очередной раз потрясла до глубины души, это британская королева Елизавета вторая, много мы про неё знаем всяких удивительных фактов, она даже не могу сказать, что прожила долгую жизнь, живёт очень долгую жизнь. 92 года. Да фантастика, постоянно даёт нам информационные поводы какие-то невероятные, пообсуждать её. Сидеть за рулём автомобиля, по-моему, сейчас уже, по-моему, ей запретили водить машину. А мужу её запретили, он что-то там, то ли скорость превысил, ну, в общем, как-то так непотребно себя повёл на дороге, а ему говорят, ну, послушайте, ну, всё-таки ваши-то годы, ну, зачем уж прям так, ну, есть же шофёры в нашем дворце, ну, зачем вы сами за рулём? И, одним словом, как-то вот его так подвинули, а я так понимаю, что она до сих пор время от времени позволяет себе. И она до сих пор позволяет себе, я уж там не знаю, с помощью кого и как, она, ну, на лошадь, так сказать, перемещается. Но я видела фотографию, по-моему, прошлого года она верхом на лошади. Представляете? Да, мы в годах. Это с детства, я думаю. Если уже с детства ты научился этому и чувствуешь, как нужно вести лошадь, то, наверное, никогда не забудешь. У неё такой замечательный чёрный юмор британский на выставке цветов. Я помню, что, ну, вот была история, когда королевский садовник начал, ну, там, показывать, рассказывать, и в том числе говорил, что вот, по-моему, ландыши использовались когда-то для изготовления ядов, на что она заметила, недавно мне подарили ландыши, наверное, хотели отравить. Хороший юмор. Да, да, да. Я же говорю королеву. Так вот, здесь мы написали о чудесных собачках породы корги. Они действительно милые, улыбчивые, морды у них абсолютно очаровательные. Они, кстати, стали появляться и у нас. Я думаю, вы обратили внимание, что на улицах Риги и Юрмова тоже можно встретить этих собачек. Собачки совершенно уникальные, у них и характеры такие очень интересные. Они редкие, они, естественно, очень дорогие, но люди ради любви к искусству и к определенным собакам позволяют себе. Так вот, эти собачки сопровождали королеву на протяжении всей ее жизни. По-моему, пяти- или шестилетней девочке ей подарили первого щеночка. И вот до прошлого года, до 18-го, предки этого щеночка, этих собачек, ну, конечно, их была целая семья, их было много, они там размножились, сопровождали Елизавету всю ее жизнь. Но вы представляете, вот говоря о черном Юмоле, с каким аргументом она отказалась брать следующего, ну, молодого щенка, потому что в 18-м году скончался последний 14-летний песик ее любимый. Она сказала, я бы не хотела, чтобы мои любимцы пережили меня. Да, тоже так. Хотя, вот учитывая ее состояние здоровья, думаю, что... Вполне могла бы брать. Да, могла бы. Да, я тоже так думаю, вполне могла бы брать. Она до сих пор рулит, судя по всему, не только номинально, а вполне даже себе. И вон невесткам всем этим новым современным указания раздает «Будь здоров», хотя это уже невестки внуков. Невестки внуков. Уже там могла бы... Я больше всего думаю, бедный все-таки, вот я представляю себе принца Чарльза, который прожил всю свою жизнь в ожидании вот этого престола, и чувствуется, что может даже и не дождаться, может быть, и не светит. Это как в тех анекдотах про тещу, да, в которой «не дождетесь». Похоже, что да. Еще бы с Брекситом разрулить. Вот это было бы вообще здорово. Ну, будем посмотреть, как говорится. Да, да, будем посмотреть. В очередной раз отложили, но будем смотреть. Я вот, кстати, подумала, а не знаешь ли ты, Айгар, совершенно случайно, британские острова и вот люди в королевских кровей, они какие праздники выбирают? Может быть, ну, по крайней мере, это, ну, как бы, твой бизнес? Я вот всегда думаю, интересно, ну, кто их развлекает? И как? Что они заказывают на свое Рождество и на свои дни рождения? Ну, я думаю, что, скорее всего, это артисты классической музыки. Классические. Исполнители. Ну, возможно, кто-то любит джаз. Я думаю, что есть какие-то некие каноны, которым, собственно говоря, традиции, которым придерживаются, ну, я думаю, не 10 лет и не 100, там, традиции ого-го. Скорее всего. Да, скорее всего. А, кстати, а… А, собственно говоря, Кабаре – это не так уж долго, 130 лет, Молин Рожжу в этом году только 130 лет, это небольшой срок, собственно говоря, для… Ну, для вида и искусства, для жанра, да, искусства, да, это, не бог весть, даже сколько? Да, всего 130. Что в нем, кстати, меняется? Есть ли какие-то новые, ну, не знаю, музыкальные веяния, которые вот меняют жанр Кабаре? Или эта музыка все-таки, она вот осталась, застыла в том времени? Мне кажется, что сейчас просто под названием Кабаре могут быть абсолютно разные жанры, они будут включены. Есть что-то основное, то, что вот мы сохраняем как традицию, а так абсолютно все. И современная музыка может присутствовать, и современные костюмы абсолютно не такие, как мы себе представляем, Кабаре костюмы, корсеты и перья. Все может быть, да, скажем, до R&B, хип-хопа и рэпа, все может быть в каких-то отдельных номерах. И даже артисты абсолютно не связаны с эстрадой, мы называем, скажем, эстрадное пение или эстрадное искусство, это как бы самое близкое именно Кабаре. Сейчас в Кабаре разных программах, Кабаре тоже делают тематическими, так же, как и корпоративные. То есть вы миксуете, да? Тематически, совершенно верно, да. Сейчас последнее, то, что, скажем, те программы, которые мы делаем, например, Стар Парад, Звездный Парад. Мы придумали, что в нашей программе Кабаре три звезды. Мадонна, Кристина Агилера и Дженнифер Лопес. И как, знаете, в программе «Точь-в-точь», если кто смотрит. А, понятно. Певица вживую, вокал полностью подражает этим звездам. Парадируют вот этих звезд, да? Да. Костюмы, соответствующие танцорам и мейкап, и, собственно говоря, все это. Как отобрали этих трех? Почему именно их? Ну, у нас солистка очень талантливая, Синтия Дядер. Великолепная певица, я бы сказал, эстрадная, Кабаре. И она очень подходит. Вот это типаж. Именно превращение очень быстро, потому что эти программы, представляете, вечер, если идет выступление, скажем, первое отделение «Мадонна», то через полчаса, 40 минут, пока люди, так сказать, общаются, идет какая-то программа от ведущего, конкурсы развлечений и так далее, то за это время надо трансформироваться абсолютно уже в другого исполнителя. Ну, конечно, я бы хотел ее видеть как Фредди Меркьюри, но… Не подписывается, Синтия, пока. Я думаю, просто, да, тембр голоса не подойдет, да. Ну, усики наклеить можно. Да, да, да. Понятно. Так что, видите, вот тематика, да, то есть тематика предполагает, мы можем все, что угодно именно вот в эту Кабаре программу сделать ее интересной и своеобразной, и, скажем, ну, вот… Только такой, да, и современной. А вот скажи, мы заговорили про дворец, да, и про их традиции, и я подумала, а ты же еще также являешься ведущим не только корпоративов и больших крупных праздников, но и свадеб, я так понимаю, да? Да, да, абсолютно закрытых, интимных праздников в кругу друзей. Это более такое мероприятие… Нет, я понимаю, что свадьба тоже может быть на тысячу человек, но, наверное, это все-таки свадьба с определенными традициями, с такими жесткими канонами. Ну, мы подразумеваем, что свадьба будет, ну, как-то там срежиссирована определенным образом. Что меняется в этих традициях? И меняется это что-то? Меняется, да. Меняется? Да, абсолютно. Те свадьбы, которые я помню, там, лет 15 назад, 10 назад, постепенно, постепенно, скажем, большинство свадьб отходит каких-то жестких канонов. Вот эти границы как бы растираются. Поменьше традиций. Это обычно при встрече с молодыми. Ну, то есть, хлеб, соль молодым и вот это прочее. Уже не все, да? Это не все, это, да. Это, ну, может быть, самое минимум, может быть, еще какие-то традиции с поздравлением родителей, благодарности, тосты. Ну, говорят, спасибо, нам не нужен тамадан, нам нужен ведущий, который развлекает. А можно ли в стиле комеди-клаб или какой-то интерактив такой, да? Ну, конечно, без шуток ниже пояса. Хотя бывали разные гости. Да, ладно. Да. Да, бывали. Встречаются с молодыми, а какие будут гости, это ты узнаешь только уже на празднике. А тем более, как раскрываются гости по мере прохождения банкета. Да, да. К полуночи ближе гости. Да, первый бутерброд, второй бутерброд, третий бутерброд. Десятый бутерброд. Это план Б должен быть всегда, то есть, отойти от этой… Планов пять как минимум, на всякий случай, да. Конечно, готовимся. Встречаются же, наверное, гости, которые хотят либо как-то очень подружиться с ведущим, либо наоборот сказать, что у него есть свое видение программы, да? Обязательно, обязательно, некоторые уже встречают с бутылкой, приезжаешь, а уже некоторые… Ну, давай, друг, отмечайте. Да, а давайте, ах, это ты ведущий, здравствуй, сейчас начнем работать. Здравствуй, брат. Здравствуй, брат. Да, да. Есть, конечно, есть, но редко достаточно. Но сейчас очень много смешанных браков, и приходится вести на английском. Вот запомнился очень мне, два года назад мы вели латвийско-австралийскую свадьбу в Бирине, и у нас были соревнования, они привезли настоящие бумеранги, мы их кидали, ну, вот разбили одно стекло там. В Биринском замке. Это было так здорово, да, то есть все кидали, это было соревнование. И жених такой бедный к счету присоединил стоимость. Абсолютно счастливый. Да, нормальный. Да, они сами были как раз из Великобритании, но родители вот приехали. А кто был откуда? Кто был латыш, а кто австралиец? Девушка была, конечно. Наша? Все девушки наши. Да. Потому что мы красавицы и умницы, вот почему. Даже не представляете, куда увозят. И в Китай, и во Францию, и в Италию, и в Австралию. И платят за разбитые замки нормально. Счастливый жених был, да? Абсолютно. У нас просто замки гораздо дешевле в обслуживании, чем на замке. Понятно. Поэтому это окошко на банкет не сильно. Она всегда открыта. Либо во Франции праздновать замки, или в Англии, или приехать. Все-таки у нас прекрасно сейчас после реставрации многие, мы же поместья, замки восстановлены в прекрасном состоянии, великолепное обслуживание у нас. Всегда гости потрясены тем, что у нас и кухня, в том числе и международное, на уровне обслуживания. Особенно французы и итальянцы, которые привыкли, как у них там обслуживают достаточно, скажем так. Спокойно. Да. Без особых там припрыжек. Да, у нас очень такой высокий класс сервиса в этом плане. И, конечно, в этой сфере все дорожат своей репутацией. Все дорожат. Это самое главное. Хорошие отзывы, чтобы гости остались довольны. Ну, это как в любом деле, собственно говоря. Конечно. А специфические пожелания бывают? Ну, хорошо, там язык мероприятий. Я так понимаю, что ты можешь жонглировать тремя языками, вести мероприятия на любом. Соединять там, как-то объединять. А что там вот? Ни в коем случае не шутите на эту тему. Или там вот не трудно. Да. Такие пожелания тоже есть. Есть такие, да? Да, да. Но я всегда спрашиваю, у меня есть, ну, даже могу такую анкету сделать. Что бы вы хотели и что бы вы обязательно не хотели. Ни в коем случае на своей свадьбе. А что не хотят? Я не могу себе представить. Ну, не хотят обычно пошлых каких-то конкурсов. Ну, некоторые почему-то представляют, что если ведущий, то это может быть некий тамада, которого они видели где-то в кино. В фильме «Горько». Или в фильме «Ёлки». Что-нибудь такое, да? В фильме «Горько». В фильме «Горько». Ужас такой свершившийся. Не привозите с собой оружие, да. Ничего не взрывайте, не стреляйте. Господи. Желания хорошие. Но бывает разное, да. Ну, у нас, собственно, бывает и из бывших стран СНГ, ну, из стран СНГ бывшего Советского Союза. Да. И такие, кто у нас вид на жительство имеют здесь, приезжают. Так что по-разному бывает. Это люди с таким кавказско-горячим темпераментом? Бывает и восточным. А, и восточным тоже горячим, да. Ну, у меня этим летом было очень интересно, как раз была свадьба, собственно, на морскую тему, потому что было это всё на речке, нашей любимой, напротив, ради Сундаогова в ресторане. Ага. Наконец-то женится, закоренелый холостяк уже за 40, и вот, наконец-то, все друзья в таком восторге были. Но вырывали у меня микрофон и танцевали нижний брейк, что творили люди 40+, я был просто в шоке, но в таком позитивном. Как я всегда радуюсь. Вот я сейчас тоже буду нижний брейк вырывать микрофоны, потому что время заканчивается, заканчивается. Олег, наш северный темперамент, понимаешь, в 10 и 11 утра он буквально зашкаливает. Как это приятно. Ну что, спасибо огромное. Программа «Люблю лайв». Теперь слушайте каждую среду в 10 часов с 10 до 11. Обещаем любить. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам.